Итак, перед нами реле напряжения ADEX и базовые установки у этой релюшки таковы. Верхний предел допустимого напряжения 255 В, верхний предел кратковременного допустимого напряжения 270 В. Итак, мы поднимаем верхний предел наш 255 В, сработала защита. Задержка стоит 10 секунд, сейчас мы ее уже поменяли, вообще базово она держит 60 секунд. Теперь мы, например, можем нажатием двух кнопок плюс-минус одновременно изменить защиту по верху, например, поставить 245 В. Итак, мы поставили верхнюю защиту, у нас 243, и теперь у нас мы подняли напряжение, это мы опускаем. Вот, подняли больше 245-250, и сработала защита у нас. Теперь мы видим, что мы правильно все запрограммировали. Нажимаем снова, у нас теперь есть возможность поменять верхний предел кратковременно допустимого напряжения. Ну, давайте первый раз мы глынули, это у нас, мы уже поменяли 245, это верхний предел допустимого. Еще раз нажимаем, мы можем поменять верхний кратковременно допустимого. Третий раз одновременно нажали, это нижний предел допустимого напряжения, то есть 165 у нас стояло. То есть на 165 оно бы уже отключилось пониже. Потом нижний предел кратковременного 150 стоит, мы его тоже можем поменять. Теперь максимальный ток у нас стоит 63 ампер, ну давайте мы его сделаем 50, вот видите, можем 40 ампер, можем сделать, и все, мы можем сделать 40, 50. Теперь поднимаем плюсиком 50, снова ставим 63 ампера. Нажимаем пуск, все, и теперь мы ставим... Вот, опять мы хотим, если защиту сделать, нам надо все проклацать. Первый, второй раз, третий это нижняя, кратковременная нижняя, это ток, и теперь защита у нас. Чтобы мы не ждали по 60 секунд, например, мы можем защиту тоже включение 20, 30, 40, 50, 60, 90 и так далее. Вот мы 150, вот мы уменьшили, ну сделаем сейчас, чтобы нам удобно сейчас было все проверять, 10 секунд. Вот мы, оп, нажали, установили. Текущее значение, это верхнее дисплей, это показывается текущее напряжение входящее, а это ток. То есть у адекса удобно тем, что и входящее напряжение, и ток сразу видно. В принципе, мы посмотрели все заводские установки верхнего и нижнего, мы можем все регулировать это в пределах наших. Например, верхний предел настраивается от 245 до 270, верхний кратковременный предел 250, 280, 255, 280, нижний 160, 195 и нижний предел кратковременный 150, 185. Ну и еще тут такие проскакивали у нас напряжение максимальное, максимальное кратковременное, значит, время реагирования у просто максимального 0,64 секунды, у кратковременного 0,04 секунды. Минимального 10 секунд, минимальное кратковременное 1,28 секунды. То есть, кратковременно это более быстрее срабатывает, чем, например, просто нижний предел или верхний. Ток максимальный срабатывания там до 10 минут, и ток максимальный кратковременный это 10 секунд. В принципе, вот удерживая, например, ну вот есть кнопка пуск, стоп и сброс, ну либо можно начинать программировать, верхний выставлять, нажали, оп, тут нам, ну выставили, например, 250. Все, есть у нас. Теперь нам надо второй параметр кратковременное. Вот, кратковременно у нас 270 стоит, хотим поменять, плюс-минус нажимаем. Второе, это нижняя, потом это 150 кратковременно нижняя, заводские, это я уже резюмирую. Это ток, и это заводская установка, вот у нас по задержке. Ну, доведем ее до 60 секунд, как и было. Нажали, это все мы зафиксировали. Ну, и теперь у нас получается, мы сейчас опустим напряжение, чтобы еще по нижнему вы видели, наскольки у нас срабатывает. У нас заводская установка идет 160, и на 160 это просто, а, это у нас 150 нижняя кратковременная, 150 даже. Вот, сработало, сейчас мы ждем защиту. Вот мы, видите, установили 60 секунд, и ждем 60 секунд, когда включится опять напряжение. В принципе, Адекс это такое устройство, которое позволяет вашей технике не перегорать в случае скачков напряжения, если очень низко или очень повышенно. Выставляйте предел, который вам нужен, и вот ваша техника будет защищена. Интернет Мазин 740 является официальным дилером по продаже реле напряжения Адекс. Гарантия на данные реле напряжения составляет 5 лет от даты продажи. Если у вас после нашего видеообзора остаются вопросы какие-либо, или что-то непонятно, звоните, пишите. Будем рады ответить и помочь. Звоните, заказывайте. Если понравилось видео наше, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.